Итак, давайте рассмотрим строение уха, слухового анализатора и вестибулярного аппарата. И начнем мы, собственно, с... Ухо у нас состоит из наружного, среднего и внутреннего. Начнем мы с наружного. Наружное ухо, оно у нас воспринимает звуки и направляет их к барабанной перепонке. Оно состоит у нас из ушной раковины. Ушная раковина состоит из завитка ушной раковины, из противозавитка, из собственной полости раковины, из противокозелка и мочки уха. Далее у нас идет наружный слуховой проход, он состоит из двух частей. Наружный слуховой проход – это изогнутый канат длиной 2,5-3 см. Канал имеет два отдела. Это хрящевая часть наружного слухового прохода и костная часть наружного слухового прохода. Костный у нас находится в височной кости. Наружный слуховой проход, он у нас выслан кожей, с тонкими волосками, с особыми потовыми железами, которые у нас выделяют серу. Конец наружного слухового прохода изнутри закрыт тонкой полупрозрачной пластинкой барабанной перепонкой. Вот он у нас, который у нас отделяет наружное ухо от среднего. Среднее ухо включает в себя несколько элементов, которые заключены в барабанную полость. Вот она наша барабанная полость. Это барабанная перепонка, слуховые косточки и евстахиевая труба. На той стенке, которая у нас обращена к внутреннему уху, вот она, у нас находятся два отверстия. Так вот у нас увеличение этого элемента. Здесь у нас два отверстия. Это овальное окно, куда у нас вставляется стремечка, и круглое окно. На той стороне, которая у нас примыкает к наружному слуховому проходу, находится барабанная перепонка. Она воспринимает звуковые колебания воздуха, и она передает их комплексу слуховых косточек. Комплекс слуховых косточек состоит у нас из молоточка, который укреплен своей рукояткой на мембране. Вот у нас наша мембрана, вид сзади. Здесь мы видим, что вот у нас крепление рукоятки молоточка среднего уха. Молоточек рукояткой крепится к барабанной перепонке, головкой. Он сочленен с наковальней. То есть молоточек бьет в наковальню, а наковальня, она представляет собой, напоминает коренной зуб с двумя рожками. И одним из ножек, одним из рожек, она сочленяется со стремечком. А стремечка у нас вставляется в овальное окно. Так, дальше. А, евстахиевая труба. Поехали про евстахиевую трубу. Она длиной у нас 3,5-4 см. Она соединяет нас барабанную полость с верхним отделом глотки. Через нее из носоглотки в полость среднего уха поступает воздух, благодаря чему у нас выравнивается давление между наружным ухом и средним ухом. Когда у нас затруднено прохождение воздуха по слуховой трубе, вследствие, например, воспалительного какого-то процесса, то у нас преобладает давление в наружном слуховом проходе, и барабанная перепонка в этом случае прогибается внутрь, вдавливается в полость среднего уха. Это, естественно, приводит у нас к снижению возможностей колебательных барабанной перепонки, и вследствие чего мы начинаем хуже слышать. Звуковые колебания хуже передаются по цепи косточек, и, соответственно, хуже доходит у нас до внутреннего уха. На этом мы закончили со средним ухом и переходим к самому сложному, к внутреннему уху. Это очень сложно устроенный орган, он у нас напоминает улитку. Она имеет у нас 2,5 оборота, а расположена она в пирамиде височной кости. Внутреннее ухо включает в себя костный лабиринт, который у нас разделен двумя мембранами. Так, вот у нас улитка, и вот как этот канал улитки, вот как у нас выглядит он у нас в поперечном разрезе. Он у нас разделен двумя мембранами. Это вестибулярная мембрана, вот она. И основная базилярная мембрана, она делит наш канал на три части. Посередке вот здесь у нас находится перепончатый лабиринт, в нем находится у нас эндолимфа. Слева, то есть в верхний канал, он у нас начинается от овального окошка, куда у нас вставляется стремечка. Внутри у нас находится, запомнил он, перелимфой. На самой верхушке улитки у нас находится отверстие, где, так, да, и называется это у нас, я не помню, сказала линия, это называется лестница преддверия. Верхний канал этот называется лестница преддверия. в самой вершине улитки, через отверстие специальное, он переходит в другую лестницу, в барабанную лестницу. Она заканчивается у нас мембраной круглого окна. То есть колебательное движение от стремечка попадает у нас в овальное, через овальное окно попадает в лестницу преддверия. Сигнал проходит у нас, колебательное движение проходит по лестнице преддверия, в самой вершине улитки переходит в нисходящую лестницу, в барабанную лестницу, и выходит сигнал через круглое окно. Где же, собственно, у нас воспринимается сам звуковой сигнал? В кортиевом органе. В кортиевом органе у нас располагается на базальной, на основной базилярной мембране, на вот этой. Вот у нас кортиев орган, и вот его приближение. Мы еще его рассмотрим подробно, но в общих чертах, как происходит у нас воздействие. В кортиевом органе у нас находятся чувствительные рецепторные волоски, их два вида этих волосков. Они бывают внутренние и бывают наружные. Внутренние в один слой расположены, наружные в три слоя. Это колебательное движение от базилярной мембраны, когда сигнал у нас идет уже по нисходящей сторону круглого окна. Сигнал передается на волосковые клетки, и движения волосковых клеток у нас воспринимаются дендритами клеток, которые у нас образуют спиральный узел. Затем у нас сигнал уходит в преддверно-улитковый нерв, направляется к стволу мозга, к промежуточному мозгу. Там происходит переключение уже на другие нейроны. Отростки идут в центр слуха, который у нас расположен в височном отделе коры головного мозга. Это что касается у нас слухового анализатора. Помимо этого у нас есть вестибулярный аппарат. И вестибулярный аппарат у нас. Вот он. Это три полукружных канала. Они находятся за преддверием. То есть вот наше преддверие, куда у нас входит стремечко, овальное окно, оно же преддверие. За ним находятся три взаимоперпендикулярных полукружных канала. Они заполнены эндолимфой, так же как перепончатый лабиринт в улитке. Каждый канал у нас заканчивается расширением, ампулой. В нем находится слуховой гребешок. Сконцеррированы клетки чувствительного эпителия, а от них начинаются ветви вестибулярного нерва. Вот он, вестибулярный нерв. Собственно, спиральный орган, то есть улитка, это является аппаратом, принимающим звуковые раздражения. А преддверие полукружные каналы – это каналы вестибулярного аппарата. Элементы вестибулярного аппарата, они обеспечивают равновесие. Человек у нас может воспринимать до 300 тысяч различных звуков и шумов в диапазоне от 16 до 20 тысяч Гц. Наружное и среднее ухо способны усилить тихий звук практически в 200 раз. Кроме того, они же и ослабляют слишком громкие звуки.